Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего занятия – лесная промышленность, лесопромышленный комплекс. Понятно из названия, что сырьем для развития этого комплекса является лес, древесина. Но давайте помнить о том, что лес – это природный ландшафт. И главное значение леса – зелёных растений – это процесс фотосинтеза, в результате которого поглощается углекислый газ и выделяется кислород. Таким образом поддерживается природный баланс газов в воздухе. Поэтому помним, что одно дерево срубишь – 10 посади. Итак, вернёмся к лесопромышленному комплексу, который включает в себя три взаимосвязанные отрасли – заготовка древесины и обработка древесины. Механическая – это производство пиломатериалов, мебели, спичек, стройматериалов и химическая обработка, продукцией которой являются целлюлоза, картон, бумага. Отходы механической обработки идут как сырьё к химическому обработку. Доля России в мировых запасах древесины велика. Пятая часть всех мировых запасов древесины приходится на нашу страну. Основные районы лесопокрытые в России – это Сибирь западная и восточная, Дальний Восток, Европейский север и Урал. Прошу обратить внимание на статистику. В европейской части находится лишь 30% лесопокрытой территории нашей страны. При этом производится 60% заготовки леса. В азиатской части 70% лесопокрытой территории России. И ведется лишь 40% заготовки леса в России. Такая обратная пропорция объяснима только наличием потребителя леса и продукции лесной промышленности в европейской части России. Итак, лесозаготовительная отрасль. Основные районы заготовки древесины находятся на Европейском севере, Карелии, Архангельская область, Республика Комия, на Урале Пермский край, Сибири, Красноярский край, Иркутская область и на Дальнем Востоке Хабаровский край. Давайте еще раз перечислим. Европейский север, Архангельская, Вологодская область, Республики Коми и Карелия, Кировская область в Волговятском районе, на Урале Пермский край, Пердловская область. И, к сожалению, в этом списке крупнейших районов по объему заготовок Ленинградская область. В Азиатской части это Иркутская область, Хабаровский край, Красноярский край. Что из себя представляет лесозаготовительная отрасль? Это непосредственно заготовка древесины и ее транспортировка, которая производится или сплавным способом, сплав леса по рекам. Перед вами на фотографии представлен малевой сплав леса, когда бревна сплавляются не плотами, а вот так отдельными бревнами. При этом они быстро намокают, намокшее бревно тонет и на дне реки начинается гниение и заражение воды. Ну и, конечно же, транспортировка по железным дорогам. Деревообрабатывающая отрасль. Вторая отрасль лесопромышленного комплекса. Механическая обработка древесины. Представлено лесопилением, производством сборных домов, производством фанеры. А также производством древесно-сружечных плит, так хорошо знакомым, по мебели школьной, производство спичек и производство мебели. Основные факторы размещения предприятий механической обработки древесины это или в районах лесозаготовки, особенно при пересечении сплавных рек и железных дорог. Это производство досок лесопиления, производство фанеры и в районах потребления готовой продукции. Это производство мебели, стройматериалов. Третья отрасль кормовые древесины, кормовые дрожжи, канифоль, скипидар и жирные кислоты. Основной тип предприятия комбинат целлюлозно-бумажный комбинат аббревиатура ЦБК. Техника экономической особенности производства. Для производства одной тонны целлюлозы необходимо переработать 5 кубических метров древесины, затратить 350 метров кубических воды и большое количество электроэнергии. Для производства одной тонны бумаги требуется затратить 6 метров кубической древесины или целлюлозы, 300 тонн воды и 1800 кВт-часов электроэнергии. Исходя из техники экономических особенностей, понятны факторы размещения целлюлозно-бумажных комбинатов. Ведь необходимо сочетание достатка сырья и воды поэтому крупнейшие ЦБК расположены в лесопокрытых районах с отделием рек и озер. География целлюлозно-бумажной промышленности. Карелия целлюлозно-бумажные комбинаты в таких городах, как Кандапога, Соу-Ярве, Сегежа, Архангельская область, Архангельск, Кодино, Республика Коми, Сыктывкар, Пермский край, Перм, Соликанск, Иркутская область, Байкальск, Братск, Устилинск, ну и Хабаровский край. Обобщим материал по лесопромышленному комплексу. Основные районы заготовки древесины. Карелия, Европейский север, Архангельская область и Республика Коми, Пермский край на Урале, Иркутская область и Хабаровский край. Крупнейшие целлюлозно-бумажные комбинаты расположены в Карелии, в Архангельской области, в Республике Коми, в Пермском крае, в Иркутской области, в Хабаровском крае. И именно здесь возникли лесопромышленные комплексы. Это сочетание всех стадий заготовки и переработки леса, использующие единую энергетическую и транспортную базу. Архангельский, Цыктывкарский, Братский, Устегинский, Амурский. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok